Здравствуйте дорогие огородники. Продолжаем тему малины. В прошлой передаче мы говорили о малине обыкновенной, а сейчас мы будем говорить о малине ремонтантной. Что значит ремонтантная? Это значит длительное плодоношение на растение. Мы знаем ремонтантную клубнику, знаем ремонтантную малину. Я бы даже не назвала ее ремонтантной. Можно сказать, что эта малина быстро плодоносящая. Каким образом? Обычная малина как плодоносит? Один побег растет первый год, на второй год этот побег плодоносит. Свойство ремонтантной малины этих сортов это когда в один год побег вырастает и начинает плодоносить. Но сортов такой малины сейчас очень много. Ей увлекается, она получает большое распространение. Но не забываем, что мы живем с вами не на юге, а в Сибири. У нас короткое лето, у нас небольшое количество теплых дней. И поэтому срок вегетации, допустим, такая знаменитая, одна из первых сортов, как бабье лето, у нас с вами здесь плодоносить хорошо не будет. Поэтому сейчас для нашей Сибири и для таких вот суровых условий выведено много новых сортов малины ремонтантной. Одна из наиболее популярных это шапка мономаха. Есть несравненная, есть в последнее время большую популярность получила полка. Вообще-то она называется полка, польской селекции. Но немножко она все-таки у нас не отдаст полностью урожая. Есть геракл, неплохая малина, но тоже немножко отстает урожай. Есть оранжевое чудо и еще много-много разных сортов. Когда будете брать или выбирать сорта, все-таки обращайте внимание на период вегетации. Нужно брать для наших регионов только раннеспелые сорта, у которых период вегетации в районе 120 дней. Что еще можно сказать об этих вот, о малине, об этой? Вот смотрите, вот ее можно выращивать вот так кустом, можно выращивать ленточкой шпалерно. Вот здесь вот куст, видите, большой, мощный, хороший. Это шапка мономаха, но уже посажена неправильно. В свое время хозяюшка посадила два саженца рядом. В результате вот здесь вот на кустах у вас имеется два куста с расстоянием друг от друга буквально 20 сантиметров. И куст получается очень загущенный. Поэтому не жалейте все-таки время, место. Когда вы сажаете саженец ремонтанной малины, нужно все-таки расстояние между кустами делать как минимум 60 сантиметров, 70, а лучше метр. Потому что пока вы посадили маленькую палочку, это одно. А вот когда она вырастает вот таким кустищем, это совсем другое. Вот малина у вас, как ее правильно сажать? Сажаем мы ремонтантную малину осенью, желательно осенью. Но как можно позже. Потому что вот видите какие побеги. Даже молодые побеги, которые вырастают, которые идут на продажу, на пересадку. Они, эти побеги, которые выросли из корневой поросли, они в этом году еще не зацветут или если зацветут немножко. Но им надо дать созреть. И плюс ко всему, малину, которую вы пересадили, ремонтантную, нужно обязательно, значит, чтобы было как можно позже. То есть мы такую малину сажаем в конце сентября, в начале октября в нашем климате. То есть, а особенно если чувствуете, что будет зима, значит, мягкая, то и в октябре, в середине октября пересадка такой малины должна быть. При пересадке саженец вы обрезаете, оставляете вот такой вот 20-30 сантиметров побег. И высаживаете как обычную малину. То есть делаете лунку 30 сантиметров, туда ведро перегноя, значит, суперфосфата, золы, значит, удобрения. Все это перемешиваете, ведерко воды посадили, уплотнили. Но обязательно еще что, у ремонтантной малины нельзя заглублять шейку. Вот как саженец получили, у саженца, значит, палочка и корни начинаются вот на этом уровне, как и у клубники, вы должны посадить новый саженец. И замульчировать. Вот это посадка. Весной у вас эта ремонтантная малина должна, значит, проснуться и дать. Вот на этой палочке у нее пойдут листочки. Их сейчас вот в первый год не обрезаете. В первый год ее задача дать все-таки молодые побеги. В первый год она вам даст буквально два побега. И эти два побега дадут ягоду. Дадут ягоду. Вот такую вот ягоду. А дальше с каждым годом будет все больше и больше. Размножение ремонтантной малины несколько затруднено тем, что так как она все время находится в интенсивном выращивании, сначала интенсивный рост, потом интенсивное плодоношение, то у нее времени и сил на размножение корневыми порослями не остается. И в основном у нее начинаются корневые отпрыски и корневые поросли на 4, 3, 4 год. То есть первые три года, если вы увидите, что ваша малина не дает корневых отпрысков, не волнуйтесь, она в свое время, через 5 лет она вам даст. На одном месте эту малину можно не трогая выращивать 7-10 лет нормально. Вот это такие основы выращивания малины. А вот как сделать так, чтобы она вам дала хороший урожай и много-много дала. Вот поэтому оставлять или не оставлять вот эти вот побеги, которые оплодоносили на следующий год. Основное это правило не оставлять. То есть вот сейчас вот это все отплодоносит. И обрезать надо эту малину, когда уже земля начнет подмерзать, не раньше. Либо можете под ноль обрезать, либо можете подрезать и оставить пенечки где-то 15-20 сантиметров. Для чего это делается? Вот эти пенечки, тут такой маленький фокус. Они весной, когда снег сошел и начинается сокодвижение, вот на этих пенечках начинают развиваться листочки. Вот эти листочки, они дают толчок для того, чтобы проснулись корневые почки. Но не затягивайте. Как только листочки начали формироваться, вы эти корешочки, оставшиеся с прошлой зимы, напрочь убираете. И у вас начинают расти молодые побеги, которые будут плодоносить. Вот такая вот ситуация. Дальше, значит, если у вас в кусту мало побегов, в течение лета вы должны смотреть, много побегов не оставлять. Вот здесь загущенный куст, много побегов. Но его можно найти много побегов, потому что он стоит один. А особенно если вы будете, мы сейчас вам покажем в ряд, то когда в ряд, то вам в этом кусту надо оставлять не больше трех побегов. Вот это вот посадочка ремонтантной малины «Полька». Шпалерная, рядовая. Вот здесь один, второй, три. Тоже густовато посажено. Считаю, что нужно, значит, здесь тоже кусты посажены на расстоянии, ну, буквально 20-30 сантиметров, надо полметра отступать, потому что густо. Шпалера сделана. Тоже, видите, какие уже плодоносящие веточки. Вот она уже начала, значит, даже созревать. Можно даже вам показать ягодку такую. У нее ягодка такая, у этой малины, круглая против той. И вот два вида, как я сказала, шпалерная и кустовая. Как вам удобнее. А вот от этой малины идут молодые корневые отпрыски. Вот они. Они плодоносить не будут. Они только от корешка. Вот они-то как раз у нас с вами и пойдут на посадочный материал. Вот эти вот. Вот так мы их обрежем, выкопаем и будем пересаживать. Но желательно тогда, когда они немножко одревеснеют. Но чтобы эти побеги были опять-таки, значит, более дали нам урожай, их нужно прищипывать. Когда их нужно прищипывать? Когда побеги будут вот такой вот высоты, ну, где-то сантиметров 70-80, вы им нарушите точку роста. Для чего? Для того, чтобы получился вот такой вот побег. Вот смотрите, что получился побег. Вот это вот побег однолетний, один, он так просто рос. Вот он у него, из каждой пазухи листа выходит цветочная почка. Вот, из каждой. Если вы выращиваете только вот так вот эти побеги, то вы в кусту можете оставить до 8 побегов. Но если вы сделаете прищипывание, у вас каждый вот этот вот побег превращается в целый куст сам по себе. Вот посмотрите, вот этот побег прищипнули, смотрите, у него одна ветка пошла, вторая, третья, четвертая, центральная, пятая ветка. И на этой ветке центральной идут вот цветочные кости, и на этих боковых тоже идут цветочные почки из каждой. То есть получается, что при такой прищипке у нас с вами урожайность повышается в два раза против того, как вы будете выращивать в один ствол. Вот это тоже повышение урожайности. И вот смотрите, первые побеги, которые у нас с вами были на шапке Мономаха, они уже вот с ягодками. Вон они какие, красавцы у нас. Вот шапка Мономаха уже середина августа начала уже плодоносить. Вот они какие ягодки. Прелесть, крупные. Что еще характерно для ремонтантной малины, это то, что ягоды не осыпаются, не гниют на кусту и очень долго держатся на кусту. Это значит, что если мы с вами обычную малину, когда она начинает спеть, должны собирать каждый день, ну, в худшем случае через день. Эту малину мы можем собирать, ну, раз в неделю, раз в три-четыре дня. Подходить к ней, ее собирать. И когда кусты вот уже в сентябре, видите, сколько здесь уже завязей, в сентябре вот здесь все красно будет, красивая-красивая ягода. Главная задача ремонтантной малины – как можно больше, чтобы созрела ягод в теплый период времени. Вот поэтому, чтобы стимульнуть, вот более ранний выход из зимовки этого куста, рано весной, как только снежок сходит, накрывайте площадку, где у вас обрезанная ремонтантная малина. Ну, а как вы накрываете клубнику для быстрого плодоношения? То есть укровным материалом, пленкой. Просто нужно сверху накрыть в апреле месяце, прямо в начале апреля, накрыть эти грядочки, где у вас вот находится эта ремонтантная малина. Для чего? Чтобы быстрее под ней почва прогрелась, чтобы быстрее проснулись корешочки, и быстрее начались расти побеги. Морозов, заморозков. Вот эти, значит, молодые побеги не боятся, и до минус пяти могут перенести спокойно. Но зато вегетация начнется гораздо раньше. Вот это вот вегетация, вот это вот первые веточки, видите, они у нас уже вегетируют. Вот эти вышли попозже, они еще, они уже все вот отцветают, но уже с завязями хорошие ягоды. Вот очень много людей сейчас переходит на ремонтантную малину. Почему? Нет болезней, нет вредителей, ягода всегда чистая. А почему так получается? Потому что мы с вами осенью вырезали и сожгли все вот эти оплодоносившие ветки, на которых, может, где-то поселилась какая-то гадость, а куст остался чистым. И новый куст растет у вас чистенький, без вредителей и без болезней. Он не накапливает их с годами. А когда мы выращиваем обычную малину в одном кусту и старые и новые побеги, то тут, получается, старые побеги все-таки заражаются со временем, и они передают и вредителей, и инфекцию на молодые побеги. Вот в этом вопросе эта малина намного чище. Соответственно, мы на эту малину практически не применяем никаких средств защиты. За исключением, что можно обработать настоем чесночка от, значит, клещика, очень хорошо помогает. И настоем золы от грибковых заболеваний и тоже от клещика. Вот в основном больше ничего этой малине не надо. Но надо помнить по питанию. Малина любит питание. Малина любит воду. Раз в неделю очень хороший полив. Зимой, когда обрезали, очень хороший полив. Так, чтобы у вас промокла на 20-30 сантиметров земля. И подкормка любит она и коровичок, и курочку жиденькая. Только единственное, что запомните, что когда вы применяете удобрительные поливы, надо сначала полить чистой водой, потом поливать удобрительные поливы. И характерно для этой малины, да, собственно говоря, для любой малины, это отношение к фосфору и калию. Недостаток фосфора и калия может отразиться и на плодоношении. И видно, когда недостаток, то листья бронзовеют, бронзовеют, как-то изменяется цвет. Вот видите, здесь листья чистые, ровные, зелененькие, хорошие. Здесь все в порядке. А вот если вы увидите, что на вашей, хоть ремонтантной малине, хоть на обычной бронзовеют листья, значит, нужно сделать обязательно подкормку монофосфатом калия. Вот тогда ваша малина будет хорошая. Этим, этой монофосфатом можно прямо с весны подкормить. Ну, мульчировать, мульчировать обязательно. Обязательно компостом, навозом соломистым. Там прямо аж на 10 сантиметров мульчировать. Закрывать надо землю под малиной, потому что она не любит перегрева корней. Тогда у вас будет очень высокий урожай малины. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Я думаю, что вы все полюбите ремонтантную малину, особенно если хороший сорт подберете. Изумительная ягода. Я желаю вам ее попробовать и получить на своем участке.